От Фондбанк. Технология Победы. В среду Рубину предстоит встретиться с Шемрак Роверс, чемпионом Ирландии 2011 года. Команда под руководством Майкла О'Нила сумела добавить на финиш и завоевала уже 17-е чемпионство в своей истории. Матч первого тура между Рубином и Шемраком закончился победой казанцев со счетом 3-0. Однако легкой прогулкой его можно назвать едва ли. Наша команда быстро открыла счет благодаря голу Мартинса, однако игра подопечных Бердеева оставляла желать лучшего. К тому же Нельсон Вальдест не смог реализовать пенальти и удвоить преимущество. Лишь к середине второго тайма Рубин снял все вопросы относительно исхода поединка, когда отличные удары удались Нобуа и Карадзенизу. Однако, даже несмотря на крупный счет, Шемрак играл до конца и имел все шансы сократить преимущество казанцев. Но в тот вечер настоящий кураж поймал Сергей Рыжиков. Не имея ни одного набранного очка на групповой стадии, ирландцы тем не менее производят приятное впечатление. Команда явно уступает своим оппонентам в классе, однако пытается навязывать борьбу в каждом матче. Так было с Тоттенхэмом, когда Шемрак умудрился первым отличиться на Уайт-Харт-Лейн. Их 60-й минуты в долг счете. Пытались цепляться ирландцы и в Салониках, сумев сравнять счет в противостоянии с Паоком. И пусть оба раза Шемрак уступил, эти факты говорят о том, что с характером у команды все в порядке. Правда, последний официальный матч Шемрака датирован 3 ноября, когда команда встречалась дома с Паоком и уступила 1-3. Сезон в чемпионате Ирландии завершился месяц назад, и у команды есть явный недостаток игровой практики. Последним соперником Шемрака был шведский Мальмо, и команда уступила в товарищеской встрече со счетом 0-2. Рубин же, напротив, находится в хорошем игровом тонусе. Последние два матча чемпионата казанцы выиграли, продемонстрировав отличное движение, и сумели вплотную приблизиться к группе лидеров. Правда, настораживает тот факт, что в последнее время Рубину лучше удаются матчи с равными по классу соперниками. Блестящие победы над Спартаком и Динамо, хорошие игры с Тоттенхэмом, две неплохие по качеству встречи с армейцами и динамовцами были омрачены потерями очков с Ростовом и Волгой. Мотивация. На эти команды вообще не надо их настраивать. По тренировкам видно. А вот с этими командами внутренне они уже победили. Это и моя проблема тоже. Будем работать над этим. Будем надеяться, что казанцам хватит времени, чтобы восстановиться после субботней игры и выйти на матч эмоционально заряженными. Предлагаем вам состав казанцев по версии нашего канала. Место в воротах займет Рыжиков. В защитной линии скорее всего сыграют Ансалди, Навас, Шаронов и Калешин. В центре поля выйдут Надха, Нобуа и Рязанцев. Касаев и Кардинис будут располагаться на флангах, а в роли единственного форварда выступит Вальдес. Хотя не исключено, что Курбан Бердеев выпустит сразу двух нападающих, учитывая возвращение в строй Дидюна. Тогда Рязанцев скорее всего отправится на фланг, а Вальдес займет место второго форварда. В паре с парагвайцем возможно выйдет Дидюн. Нельзя не отметить и качество поля на стадионе Центральной, которое позволяет играть в быстрый футбол с большим количеством передач. Для конца ноября многие футболисты после игры с Динамо назвали его идеальным. Встреча между Рубином и Шемраком состоится в среду, 30 ноября в 21.00. Приходите на последний домашний матч Рубина в этом году. Команде необходима ваша поддержка.